Парижская школа Это продолжение, это третья лекция из цикла нашего лекций И что я буду рассказывать сегодня? Я буду рассказывать, ну, в общем, это будет опять не совсем какая-то история про одного художника Потому что очень интересно на примере судьбы, на примере какого-то творческого пути конкретного персонажа И эта художница еще интересна тема, что кроме того, что она придумала что-то свое в живописи, попала в музей И, в общем, зафиксировано как действительно что-то, ну, оригинальное явление Она еще написала книгу воспоминаний про Париж начала 20 века Точно, написала три книги, но самая интересная такая, самая яркая, где она не повторяется еще Это мы очень с художниками Улья То есть получилось, что она и в искусстве, и в литературе ярко и талантливо запечатлела эпоху И если первые два раза я просто рассказывала про Париж, показывала картины, показывала фотографии То сейчас мы попробуем услышать голос автора, можно сказать, подглядеть в щелку истории Потому что очень здорово, когда с помощью мемуаров, я думаю, что все с этим сталкивались Когда ты читаешь мемуары, ты действительно в какой-то момент начинаешь чувствовать вкус эпохи, запах эпохи Какое-то прямо вот такое сублимированное ощущение времени, как будто ты попадаешь, перемещаешься во времени Вот Марьевна написала книгу, которая действительно помогает вернуться в Париж в начало века Мы будем цитировать ее и чуть-чуть из нее читать Значит, два слова, все-таки, ну, есть немного новых людей, на самом деле Мне очень приятно, что многие, кто были в прошлый, позапрошлый раз, вернулись Ну, два слова про галерею, почему именно Парижская школа и куда я приглашаю завтра Мы находимся на Пречистинке, напротив Академии художеств, галерейный комплекс Артефакт, наши визитки есть И у нас два направления, мы занимаемся Парижской школой, русскими художниками, которые эмигрировали в Париж Либо до революции, либо сразу после И создали там очень интересный культурный слой То есть они были, с одной стороны, русские, с другой стороны, они были такие передовые французы В общем, это важная часть истории нашей страны и вообще истории искусства мировой В общем, нам есть чем гордиться, нужно знать эти имена этих людей И еще наша галерея занимается современными московскими художниками старшего поколения Чьи работы тоже в музеях, но которые еще не заоблачно дорогие И очень интересные для исследования, для инвестиций и так далее Ну так вот, вернемся в Париж, вернемся в Париж начала века Вернемся к истории Марьевны Этой замечательной художницы, которая приехала в Париж в 1912 году Когда там зарождалось все самое новое Когда там начинал работать Пикассо и делал свои замечательные первокубистические композиции Вот ее фотография И забавно сразу можно посмотреть на фотографию и много чего на самом деле узнать Потому что все художники в то время считали обязательным ходить в одежде Которая об их роде занятий говорила Видимо, что у нее фартук такой смешной, пристегнутой булавкой Испачканной красками При этом у нее какая-то бархатная шляпка, там цветочки и так далее То есть, в общем, она нарядная дама И забавно, что я сколько не читала всякие мемуары Я обнаружила, что все художники того времени Просто вот это был обязательно дресс-код Они все ходили в штанах и в одежде заляпанной краской При том, что они очень сильно наряжались У них могли быть там какие-то цветы в петлицах, там фраки и так далее Но вот какие-то передники или штаны Рассказывающие об их занятии народу Это было обязательно И, по-моему, это очень занятно Вот эта замечательная девушка Сейчас я ставлю еще одно ее произведение Чтобы мы представляли себе, что она придумала Она скрестила кубизм и пуантилизм Об этом чуть позже А сначала про то, откуда она вообще в Париже взялась Потому что ее судьба Это опять-таки на примере конкретной судьбы Можно узнать о том, как художники наши русские появлялись в Париже И как это бывало по-разному, как это было интересно Значит, она приехала, как я уже сказала, в Париж в 1912 году Она интересна тем, что несмотря на то, что в это время, как я уже говорила Париж наводнили просто тысячи и тысячи эмигрантов Которые занимались искусством, которые называли себя художниками Выставлялись так или иначе И при этом не оставили после себя никакого следа Потому что конкуренция была огромной Она ухитрилась действительно придумать что-то свое Она была близкой подругой Пикассо, Матисса, Модельяни Вот всей этой плеяды блестящих имен, про которые мы говорили в прошлый раз О которых все прекрасно знаете И они действительно ценили ее как художницу талантливую И она продлила традиции этой самой парижской школы Вплоть до 70-х годов нашего века Мы посмотрим, ее поздняя работа Это тоже очень интересно Это история ее появления на свет Очень-очень коротко, но это занятно Потому что это какая-то история такого артистического сумасбродства С самого начала, вот просто с ее появления Эта девочка родилась в маленьком уездном городе Недалеко от Чебоксара Ее мать была местная красавица-актриса Мария Воробьева До замужества у нее была еврейская фамилия Вот поэтому, видимо, девушка такая темненькая, сама Мария Воробьева Ее муж был какой-то местный служащий А отцом ребенка был заезжий дворянин польский лесничий Вот так вот все начиналось И какая-то разыгралась драма в семье И Мария Воробьева росла без матери Этот самый лесничий забрал с собой ребенка И растил художницу в окрестностях Тифлиса Почему еще я картинку поставила? Это на самом деле уже Франция Это юг Франции я нарисовала Но я думаю, что воспоминания о детстве Как-то в ее мозгу, в ее душе скрестились С более поздними впечатлениями В принципе, это могло быть, наверное, и изображением Тифлиса Почему нет какие-то там бабушки сидят, дедушки на площади Юг горы И удивительно, что этот ребенок, эта художница Выросла в лесу И ее нянькой была безграмотная совершенно женщина Которая позже была уволена И она росла вдвоем сручным медвежонком То есть почему она решила стать художницей Откуда в ней, так же, как в Шагале Вы помните, да, выросшие в селедочные лавки Среди, как, селедочных кишок Откуда вот это взялось стремление к искусству Такое прямо сжигающее, да, и испепеляющее Совершенно неясно Но при этом она походила, когда уже немножко подросла Попросила отца отдать ее в Тифлисскую художественную школу И совершенно, в общем-то, диким человеком Она не умела говорить по-французски, разумеется Никакого иностранного языка она не знала Она, наверное, умела читать и писать и рисовать Она в 17 лет уговорила отца этого самого Тифлисского лесничего Дать ей деньги на то, чтобы поехать в Москву Учиться живописи в Москве Она прожила буквально пару месяцев И быстро сориентировалась там, в Строгановском училище Что, если ты хочешь заниматься искусством, нужно ехать в Париж В Москве делать нечего И вот так вот, буквально за какие-то считанные месяцы Из-за какого-то тифлисского, да, дикого деревенского дома Она оказалась в Париже Но, значит, это на самом деле не совсем так Сначала она приехала в Рим посмотреть памятники античности Как любой уважающийся художник Она должна была узнать, что, собственно говоря, художники сделали интересного до нее И когда она приехала в Рим Ну, как на художественные каникулы Сначала спонсировал отец этот самый лесничий, несчастный Вряд ли она знала, что это будет началом ее пожизненной эмиграции Думаю, что даже в голове у нее подобных мыслей не появлялось Но в Риме она познакомилась с Максимом Горьким Нашим буревестником революции Который, как мы все знаем, жил на Капре На него там была вилла Он принимал там большое количество русских писателей И художников Такое было прогрессивное место тусовочное Он позвал ее к себе на Капре Она там прожила полгода И, собственно говоря, Горький в нашей истории важен Потому что он придумал ей это самое прозвище Мы называем ее Марьевна И вообще вот в истории искусства Во всех музеях она числится как Марьевна На самом деле ее звали Мария Воробьева-Стебельская Вот в 1910 году на Капре Горький Очарована эта девушка Ее оригинальностью Ее какой-то жизненной пылкостью Назвал Марья Марьевна Он взял персонажа из русских сказок Такая там Марья Марьевна Которая сражалась с всякими горныночами И такая была очень боевая мадам Вот он дал ей это имя Только Марьевна изменила на Марьевна И сказал следующие слова Которые зафиксированы в ее книге Насчет того, что у тебя есть имя Которого нет ни у кого другого Вообще на свете сказочное имя Иди оправдай его Ну, в общем, она справилась с этой задачей Был племянник Горького Очень в нее влюблен И предлагал ей руку и сердце Горький тоже был вовсю за этот союз И потом этот племянник помогал ей всю жизнь Во время Первой мировой войны Когда художница голодала И, в общем, всем в Париже приходилось несладко Он посылал ей деньги Видимо, это были деньги Горького Вот так вот забавно Как вот эта вся русская диаспора Раскиданная по миру Все равно помогала друг другу И как-то была связана Литературная, художественная и так далее Ну, так вот Марьевна знала, куда она едет Она пожила полгода у Горького Но потом все-таки не стала там выходить замуж за его племянника И отправилась в Париж И в 1912 году она приезжает в Париж Собственно говоря, с этого момента начинается ее книга Я не буду слишком часто, конечно, засчитывать из нее Буквально четыре цитаты Расскажу просто своими словами Потому что это очень любопытно Ее впечатление от Парижа Что она ждет что-то невероятное Но поезд подходит к Леонскому вокзалу И она видит пыльные дома Каких-то женщин, вытряхивающих серые простыни Все такое пыльное Реклама везде бесконечная Она пишет, неужели это Париж моей мечты И первое впечатление от этого города Она скорее была напугана Я думаю, что не она одна А тот же самый Шагал и Сутин Которые приехали из провинциальных маленьких городов Они боялись в первое время перейти улицу Потому что вот Видим какие-то фотографии Парижа того времени Это уличный рынок Это торговка, которая везет тележку со своим скарбом Но они боялись перейти улицу Потому что по описанию Моревны Парижские улицы представляли собой Какую-то невероятную толчью из автомобилей Которые уже начали появляться И которые считали, что автомобиль это так круто Что в общем никаких правил дорожного движения Никаких пешеходов не существует Трамваи, амнибусы Вот такие вот носильщики с тележками Со всяческой снедью И тяжелые подводы с дровами И все это по описанию Моревны Двигло совершенно хаотически И просто казалось первое время Что перейти улицу это опасно для жизни Также она очень трогательно Описывает уличные туалеты Которые были на каждом углу Это просто такие были дверцы С рекламой шоколада За которые, собственно говоря, люди И это была очень передовая история Потому что, как она сама пишет В Риме ничего подобного не было Люди справляли нужду Где им, собственно говоря, хотелось Но это какие-то такие бытовые вещи Но, в общем, она очень... Если вы соберетесь прочитать эту книгу И ее там купить на Озоне Это действительно любопытно Потому что это какая-то такая общая Стереография времени Приехав, она поселяется На Монмартре И, на удивление, быстро Вписывается вообще в жизнь Парижской богемы Знакомится со всеми Устраивается учиться для начала В Академии Марии Васильевой Мы вот в прошлые два раза Немножко говорили про этой самой Академии Про то, что приезжающие в Париж художники Не шли ни в какие официальные учебные заведения А шли в частные Академии Потому что это было самое передовое Самое интересное место И для русских Самым правильным местом Это была Академия Марии Васильевой Где, в числе прочих, Амодельяни часто появлялся и рисовал Там говорили по-русски И что касается Мариевны Да не только Мариевны А многих других художников Очень забавно, что По свидетельству Ильи Еренбурга Который вообще-то написал Большую книгу про русскую эмиграцию Такой «Люди годы жизни» У него есть книга Аж трехтомник Где он просто всех там И Бунина Ну, абсолютно всех Дягилева перечислил И очень любопытно Описал их жизнь в Париже В Берлине в эмиграции Он написал, что Мариевна В 70 лет По-прежнему почти не говорила по-французски Поэтому как они общались Все эти художники в академиях Там и на балах Мне совершенно непонятно Видимо Любовь и искусство были Единственными возможностями коммуникации Ну так вот В академии Марии Васильевой Она начинает свое обучение Два слова о том Как было устроено Вот именно в этой академии Обучение было всего лишь два зала Один для скульпторов Один для живописцев И там, и там Всегда была обнаженная модель Это были разные натурщицы Но в общем никаких там натюрмортов не ставили Набивалось максимальное количество людей В эти самые классы То есть просто до такой степени Что там было нечем дышать Было страшно жарко Как она сама пишет И люди буквально падали в обморок Но самое интересное было в конце Когда заканчивался сеанс И у скульпторов и живописцев И все собирались за огромным самоваром В академии Марии Васильевой Как женщина русская Был большой самовар Все пили чай в прикуску с сахаром И Модельяни в том числе И Сутин И Пикассо туда, судя по ее Мемуарам, захаживал Потому что им было интересно Посмотреть что-то новое Что делают русские Потому что русские В общем Были очевидно Какой-то важной Тоже такой отдельной Художественной Группировкой в Париже И вот за этим самоваром Они говорили об искусстве Они обсуждали все самое новое Все самое передовое Там же у Марии Васильевой Она познакомилась С художниками из Улья И удивительно Насколько быстро Буквально за полгода После приезда Она уже вписалась Во всю эту тусовку И стала выставляться Что на самом деле Опять-таки Выставка в Ротонде Сейчас я буду об этом Чуть дальше рассказывать И со мной независимых Для девушки Которая приехала из провинции Которая не имеет художественного образования Которая не знает французского языка Это какая-то Головокружительная карьера Так что она действительно молодец С кем она познакомилась С кем она работала Бок о бок В Академии Марии Васильевой И к кому она ходила В гости в Улей Марк Шагал Модельяни Вот забавная Там Амадео Модельяни Портрет Моревны Это собственно говоря Вот Прямо непосредственная Такая фиксация Их общения И дружбы довольно близкой Хаим Сутин Про которую в прошлый раз Мы рассказывали И который Одно время был ее любовником Она про это Очень трогательно Пишет в своей книге Вообще она удивительно Откровенно Описывает свои Любовные похождения Но Как-то это совершенно Не противно А в общем Она с Искренней симпатией Всех этих людей Описывает Моисей Кислинг То есть Самые такие знаковые Самые яркие персонажи Вот этой вот Парижской арт-тусовки Они все Были ее друзьями Она описывает Пикассо Как она приходила К нему принимать душ Потому что у него был душ У него после Первой мировой войны Появились хорошие деньги Он приехал в дом С лифтом и с душем И все художники К нему ходили Он сильно ругался Но в общем Пускал Илья Эренбург Который Ну видимо Тоже там У них какая-то Была любовная история Это Макс Волошин Макс Волошин Был ее нежным поклонником Тоже помогал ей деньгами Они одно время Жили вместе О чем она пишет Вот она сама Вот она сама Со своим псом Примерно этого времени Ну так вот Теперь от Быта и всяческой Ее жизни в Париже Перейдем все-таки К искусству Сначала я прочитаю Небольшую Как бы да Сначала Мы услышим просто Ее голос Как она пишет Обо всем О чем я сейчас Расскала своими словами А потом мы посмотрим Ее ранние работы Это интересно Одно наше появление На улице Привлекало всеобщее внимание Собственно говоря Иллюстрация Ее же рисунок Ее же текст Обычно Впереди Уверенной походкой С огромным чувством Достоинства шел Размахивая Мексиканской Тростью С астекскими фигурками Огромный Смуглый Бородатый Диего Ривера Вот он Самый большой С тростью Здесь у нас Изображен Дальше я В розовой широкополой Итальянской шляпе Отцовской накидке В велосипедных бриджах Обовный наряд Затянутый широким поясом В белых носочках В черных туфельках Очень она подробно Описывается Что не одевать Потом Модельянин Чудесные кудри Эпохи Возрождения Расстегнутая До пояса Рубашка Книга в руке Он шел Декламируя строчки Из ада Данте За ним Сутин Далее Эренбург С лошадиным лицом Похожий на льва Волошин Пикассо И Макс Джакоб Один в огромном Пальто кубиста На голове Жакейская кепка Нестандартных размеров Другой В приталином Пальто В черном цилиндре Белых перчатках И гетрах Радость уличных мальчишек Не имела границ Они забегали вперед Чтобы лучше нас видеть С криком Эй смотрите Цирк Медрано В общем Вот так вот Художники Разгуливали По Парижу Вызывая Полный восторг Уличной толпы Ну вот И забавно Я тоже слышала Про это Что Пикассо С Джакобом Они вот дружили О них И в таких клетчатых Пальто И все принимали За бродячих Клоунов Какое-то время Вот еще Ее рисунки Сделанные Видимо В этом самом Улье В котором Она сама Жить не стала Потому что Писала Что уж Больно Там Расслабленная Распущенная Была Атмосфера Она просто Побавилась За себя И снимала Себя квартиру Потому что Там жили В основном Мужчины И вот И вот Ее Ранее Работы Надо Сказать Что Уже В 12 Году Она Начает Выставляться В 14 Году Она Чувствует В салоне Независимых Куда Попасть Было Очень Сложно Конечно Приехав Она Начала Работать В духе Кубизма Потому что Кубизм В то время Как мы В прошлый раз Говорили Был Самым Модным Самым Передовым Течением И все Художники В первое Время Попав В Париж Начинали Делать Именно Кубизм Чтобы Приобщиться К самому Авангардному И правильному Но забавно Что С одной Стороны Это Сделала Женщина Которая Только Начинает Выпустить Как художник Но Видно Что Это Все Сделано Очень Здорово По Композиции Меня Очень Трогают Эти Сечатые Щулки Как Кубистическая Женщина Это Просто Здорово И Вот Еще Ее Работа Тут Занятно Что Она Как И многие Другие Художники Пыталась Изо всех Сил Свою Оригинальность Каким-то Образом Воплотить В своих Корнях В Своем Детстве Проведенном В Тифлисе На Кавказе То есть Нужно Было Чем-то Отличаться От всех Французских Кубистов Испанских Кубистов Итальянских Которых Было Очень Очень Много И Вот Она Какие-то Национальные Такие Мотивы Воплощала В этой Техники В общем У нее Вполне Все получилось И Прошу прощения За слайд Но на самом деле Не так просто Найти ее Ранние вещи Которые Все сейчас По музеям И частным Собраниям Вот В 14-м году Первая Мировая Война И Все художники Под большим Впечатлением От того Как меняется Жизнь Я буду Немножко Про это Сегодня Говорить Вот У нее Такая Удивительная Серия Кубистическая Проснажет Противогазах Вот Это все Так немножко Наивно Но на самом деле Действительно Очень и очень Оригинально Ну Так вот Да Значит Удачный Удачный Дебют Вот с этими Самыми Работами Которые Я показала И Выставка В кафе Ротонда В прошлый раз Мы говорили Про то Кто выставлялся В ротонде И как Это все Выглядело Вот Собственно Говоря Тусовка Это мой Любимый Слайд На самом деле Фотографии Сохранилось Конечно же Не так уж Много И я хочу Зачитать Пару слов О том Как она сама Описывает Это кафе Ну Для тех Кто Сегодня Первый раз Может быть Надо пару слов Сказать Насчет того Что кафе В то время Играли Ту же роль Что Современные Самые Передовые Модные Галереи То есть Выставиться в кафе Ротонда Это было то же Самое Сейчас выставится Я не знаю Марата Гельмана Там Или у Салаховой То есть Это было действительно Большое признание Потому что Там выставлялись Самые лучшие Самые передовые Вот И Гизык автора Голос автора Кафе Ротонда Было местом сбора Некоторых членов Русской колонии Главным представителем Которых на Бонпарнасе Был Илья Эренбург Сюда заглядывал Грюмый Троцкий Про это я Немножко Рассказывала Чтобы сыграть Партию в шахматы С не менее Грюмым Кандинским Художником Абстракционистом Эти две мрачные Личности Темные волосы Борода Клинышком И мефистофельский профиль Всех настораживали Мы считали их Полицейскими агентами Но Эренбург Успокоил нас Объяснив Кто есть кто Список тех Кто был в Ротонде Звучит как Перечень имен Состоявшихся В будущем Знаменитостей Леже Брак Пикассо Сутин Кремень Ривера Пикаби Матисс Модельяни Макс Джаков Кислинг Аполлинер Цадкин Ларионов Его жена Гончарова Васильева Меценже Ну вот я половину имен Пропускаю На общем на самом деле Все Как-то зашел Чарли Чаплин Он был в котелке И крутил в руках Черную накидку Порванулась к нему С криком Чарли Чарли И в буквальном смысле Внесла его внутрь В жизни кафета Был настоящий апофеоз Однажды здесь Побывал Ленин К нему отнеслись Спокойно И встретили без Всяких оваций В общем пишет И она здорово Не хуже чем рисует И еще такой момент Важный для Того чтобы При принципе Представлять себе Хорошо И понимать Жизнь Вот этой вот Артистической тусовки Я сейчас скажу Еще прежде чем Посмотреть Более внимательные работы Про балы Про артистические балы Я про них пока что Еще не рассказывала Все это Позировалось Вот в районе Ветеринных мельниц Моленда-ля-галет Монмартр И вот И русские И не только русские На самом деле Все частные Художественные академии И все иммигрантские кружки Регулярно устраивали балы Но с одной стороны Это было замечательное развлечение С другой стороны Билеты от продажи На эти балы И от всей выпивки И еды Шли Большую часть Прибыли На помощь художникам Имигрантам Которые приезжали У которых просто не было Денег на то Чтобы устроиться Сделать все документы Как-то жить И так далее То есть Вот этот момент Взаимовыручки Был очень силен В этом обществе Ну а дальше Марьяевна Совершенно восхитительно В нескольких главах Своей книге Описывает Эти самые балы И на самом деле Это практически Единственный источник Вот Который я нашла Такой подробный Это фотография Мария Васильева Та самая Хозяйка Этой частной академии В костюме Специально выреженной Для бала Который ее академия Устроила в поддержку Русских художников Вот у нее там Голова быка В виде маски Это бал С участием Модельяния Ну собственно говоря Тут можно много Знаменитых художников Увидеть Что пишет Про это Марьяевна Про то Что на эти балы Все рядились Кто во что Гораст И самое интересное Было именно Одеться так Чтобы себя Никто не узнал Сама Она мазала себе Лицо Так что Превращалась В негра Клала себе Банан в брюки Чтобы все считали Что она мужчина Одевала Какие-то чумы И невероятные Наряды И она пишет О том Что балы Русской академии Это было все еще Вполне себе Прилично И действительно Весело И здорово Но то Что устраивали Вот мы видим Да Фотографию То что устраивала Академия Парижская академия Изящных искусств В общем довольно регулярно Это было что-то Совершенно вообще За гранью добра и зла И опять-таки Описание этих балов Я много где встречала То есть это была Нормальная такая Вот реалии Парижской жизни Того времени И вот забавная Ее цитата То что она Один раз все-таки Решила сходить На бал академии На один из них Я отправилась С двумя друзьями Они изображали Пещерных людей А я доисторическую женщину Распущенные волосы И лиф В виде двух ласточкиных гнезд Войдя мы увидели Настоящую оргию Никогда раньше Не видел ничего подобного Было так стыдно И мерзко Что я заплакала Чем удивила И развеселила Своих спутников Они предложили мне уйти Но мысль о том Что меня посчитают ханжой Заставила меня остаться Среди ночи Начался пожар То как люди Толкали друг друга В панике Было просто ужасно Почти голые мужчины И женщины Выскакивали из дверей Огонь потушили Но к этому моменту Все были перемазаны Едкой копитью На рассвете Толпа начала расходиться И когда мы оказались На улице То были больше похожи На жителей Преисподней Чем на пещерных людей После бесчисленного Количества Фарандолы Ну да Какие-то там Порции алкоголя Идти Я уже не могла Меня посадили в тачку И провезли По двору Академию Все это происходит Прямо вот Непосредственно В Академии Изящных искусств Просто видимо ночью Один ненормальный Не протрезвевший Даже к рассвету Продолжал Плясывать В фонтане Какая-то красивая Девушка Разделась до нога И влезла туда же Чтобы принять душ Под ледяной струей Фонтана Ничего пролезть На этой сцене Я не видела никогда В золотистом свете Восходящего солнца Розово-рыжее С длинными Распущенными волосами Бессмертная Винея Рождалась В троехвод Кто-то воскликнул Ура Красоте Любви И искусству Слова подхватили И они звучали Снова и снова Потом я узнала Что в результате Этой выходки Девушка схватила Воспаление легких И через несколько дней Умерла в больнице Ну на самом деле Я показываю Этот слайд И все это читаю Как бы не ради Красного словца Что просто Развлечет За таким пикантным Но на самом деле Это важно понимать Что реальность Парижской жизни Того времени Была такова Что из всех художников Которых мы сейчас Видим в музеях И про которых мы знаем Регулярно употребляли Наркотики В общем тяжелые наркотики Там кокаины И психоделики И гашиш Это было просто Не то что Там не знаю Добрых две трети А наверное даже Три четверти То есть многие художники Погибли от наркотиков Это было очень просто Это было очень дешево И это был Ну абсент Да Мы знаем про Ван Гога и Гогена То есть их жизнь Была реально сложной Потому что Вот так вот На фоне Такого Зверского Прожигания Да Собственного здоровья Вообще И жизни Этих балов Там и всего На свете При этом состояться Стать крупным художником А чтобы стать крупным художником Нужно очень-очень много работать То есть вот Как они выхитрялись Найти в себе силы И на то и на другое Для меня большая загадка То есть это какие-то были Удивительно целеустремленные люди И действительно Многие просто тысячи имен До нас не дошли Именно потому что Просто у них не хватило Какого-то дреннего ресурса На то, чтобы Все это преодолеть Но так вот Наша Марьевна смогла Все это Она вроде участвовала В балах Ну вот И все искушения были Рядом Но при этом Она работала И приблизительно В 13-14 году Появляются первые ее вещи Которые были художниками Особенно Анри Матису ее любил Отмечены как вещи оригинальные Что придумала Марьевна Она скрестила Кубизм и пуантилизм До этого никто До нее этого не делал Про кубизм Мы уже все хорошо себе представляем Что это такое Это придумал Пикассо и Брак Это такое художественное направление Когда Некоторые изображения Да Будь то реальные Или какое-то выдуманное С помощью граней Делятся на Геометрических таких Да Форм Делятся на Грани Вот И на самом деле Интересно Что это возникло Именно благодаря тому Что мир менялся Возникли автомобили Возникла новая скорость И вот так вот Я просто не стала Встретить эти слайды Потому что мы уже два раза Их смотрели Там про Сезанна Про Пикассо Может обсуждали Я не хочу Прямо так настойчиво повторяться Вот Но это было Самое передовое Потому что отвечало Новым понятиям о скорости Новым понятиям о мире Чтобы воспринять Вот это кубистические Граненые такие формы Да Как бы вот оно Давало вот ощущение Некоторого нового времени Некоторого нового зрения Нового видения Да Как мир из окна Там быстро несущиеся поезды Автомобили Будет не так Как привыкли Видеть люди Из окна Конной кареты Да А пуантилисты Появились раньше Чем кубисты Кубисты Это уже начало 20 века Пуантилисты Это 1885 год Это работа Моревны уже Вот собственно говоря Где видно Что вот это Самое модное Членение Объемов Да Изображения На вот эти Самые грани Плюс Все это Нарисовано Отдельными Точками Плюс Это уже Собственно Ее находка Все это Наполнено Внутренним светом То есть До нее Не делал никто И художники И критики Восприняли С большим Воодушевлением Ее работы Перед Первой Мировой войной Вот А про плантивизм Ну это такая Как бы Немножко теория Но это правда Тоже интересно Потому что Это неоимпрессионизм И в принципе Все эти новые течения Стали возникать Потому что В 1860 году Изобрели фотографию И это очень важно Понимать Что были два ключевых Вообще момента В истории искусства Это изобретение Книгопечатания Когда Повествовательная часть Искусства Перестала быть важной Сначала Зачем рисовали Чтобы на стенах Церквях Рассказывали Священную историю Придумали Как печатать книги Как тиражировать И после этого Искусство Пересло на новые рельсы Художники Начали искать Какие-то новые формы А в то время Когда изобрели фотографию В 1860 году Начинается стремительный поиск Какого-то Совсем нового Художественного языка Импрессионизм Неоимпрессионизм Экспрессионизм На самом деле Это связано с тем Что оказалось Что реальность Как она есть Можно передать фотографии И как бы Искусство должно Какие-то другие задачи решать И забавно Что буквально Проходят какие-то Совсем небольшие 15-20 лет И вот этот сам Пуинтеризм Это уже такое Предвестники Современного Концептуального искусства Потому что Этот вот самый Сюра Ну простите Может быть Немножко это все Как бы Так очень специфист Специальное Но это важно Понимать Потому что мы ходим В музеи И смотрим Монные работы Монные В чем был смысл Идеи В том что Художники рисуют Точками чистого цвета А смешение красок Происходит уже На сетчатке зрителя То есть Сюра Он очень серьезно Изучал теорию цвета И получается Что в искусстве Вот эта вот идея Какого-то концепта Какой-то придумки Да Оно вот Впервые возникает Буквально в середине 19 века И вот Моревна воспользовалась Вот это Поль Синьяк Вот сейчас Это стоит Да что-то Это там какие-то Два миллиона фунтов Одна из его работ Моревна воспользовалась Этим самым изобретением И начала Вот делать Свои работы Полные Света Выполненные С помощью Вот точек Отдельных И на самом деле Если вы посмотрите На эту работу Эта работа И начала 30-х Она тоже Выполнена Вот Ну практически По интересной манере Очень занятно Что вблизи Совершенно иной Цвет У всех этих Отдельных точек Когда вы отходите Сетчатки смешиваются И очень Отличается Впечатление Когда ты смотришь Вещи Притык И когда ты Отходишь от нее Ну вот Ранние вещи Моревны То Чем она Собственно говоря Прославилась И С чем она Выступала На ранних Выставках И Сама она Писала Что Ей Напоминала Вот эта Изобретенная Ей манера О византийских Мозаиках Фресках И коврах То есть В принципе Здесь какая-то Вот эта Тема Ее ранних Детских Впечатлений Она тоже Присутствует Видимо В этом внутреннем Свечении Если говорить О рифме С мозаикой Вот этот Портрет И ее друзей Из Улья Это очень Интересная Работа На самом деле Уникальная Это Леонар Фуджита Про которого Еще у нас Будет Отдельная История Наверняка В следующем курсе Лекции Очень интересный Персонаж Но в двух словах Кроме того Что он был Японец Он приехал В Париж Он один из Известнейших И таких Моднейших Персонажей Вот этой Художественной Тусовки Парижской школы Он Рисовал Очень интересные Красивые вещи А еще У него Единственного В Улья Была Резиновая Складная Фанна Все про это Пишут Все к нему Ходили Очень натурщицы Девушки За это Любили В то время На этом деле Можно было Прямо Свою жизнь Сильно улучшить Заработав Себе на ванную Вот этот Фуджита Как он выглядел На самом деле Большой был Хулиган И оригинал Его выставка Персональная Будет Кстати Пушкинском музее Личных коллекциях В октябре Это Моисей Кислинг Про которого Мы немножко Говорили Который хоронил Его кота Хоронил Весь Париж Вот Такие вот Прямо Портреты Как бы Похожие На Персонаж Передано Очень похожи С характером Но при этом В ее Фирменной манере Но начинается Первая мировая война Я хочу сказать Два слова О том Как в принципе Художественный мир Изменился В это время Это очень интересно Потому что Сначала Правительство Активно Помогало Художникам И первое время Первые Первые месяцы Войны Ходили Специально Правительством Организованные Люди По мастерским И спрашивали Кто Какие субсидии Получал Кто На что Жил Там Кому-то Еврейская Община Высылала Кому что И буквально Записывали Эти стипендии Всех художников Эмигрантов И первые полгода Парижское правительство Выплачивало Те деньги Которые были Необходимы Для жизни Художникам Что Мне Прямо Я прочитала Меня это удивило Но потом Когда начались Большие потери На фронтах И оказалось Что нужно Просто платить И помогать Вдовам Погибших Французских Солдат Вся эта ситуация Изменилась Все эти выплаты Довольно Быстро Сошли на нет И художники Многие Оказались В совершенно Чудовищной Ситуации Потому что Многие Получали деньги От Как мы говорили Про Шагала От еврейской Общины С Петербурга Например Моревна Получала Деньги От отца Но Это Вот самая война Сильно Изменила ситуацию И многие Оказались Буквально На грани Голода И Интересно Что часть Художной Тусовки У кого была Такая В отмосте Уже Это Барселона И там Организуется Такой Филиал Парижской Школы Очень многие Художники В 2014 Году В 2015 Были В Барселоне И Про это У нас будет Еще отдельная История Потому что Не все Про это знают Но Они там Тоже Очень любопытно Жили Интересные Неожиданные Имена Которые Мы все знаем И создали Какую-то Свою Отдельную Историю В этой Самой Как бы Эмиграции На самом деле Большинство Художников Рвалось На фронт Они действительно Хотели Защищать Свою Страну Они хотели Быть полезными Они хотели Быть героями Илижея Дерен Много Кто еще Оказывается На фронте Полинера Ранят В голову Это такой Бог Он Парнас Он погибает После Первой Мировой Для всех Это было Конечно Шок Прекрасный Аполлинер Который Помог Шагалу Стать Знаменитым Шагалом И вообще Много Что сделал Для Парижской Школы Для истории Литературы Искусств Начала 20 века Но На фоне Всех Этих Военных Событий Марьевна Встречает Диего Риверу Который Сыграл Большую Роль В ее Жизни Который Стал Ее Мужем И Который Стал Отцом Ее Дочери Которая Собственно Избрана На этой Картине Это Марика Дочка Марьевны И Диего Ривера Которую Мы знаем Наверное По фирму Фриду Многие Из нас Знают Видели Видели Его Там Представляется Хорошо Она Встречает Его В одном Из Кафе Это Тоже Забавно Потому Что И Мария Васильева И Розали Тобия Про Которую Я Рассказывала Что Она Мазирья Не Подкармливала И спасала От алкоголизма В общем Замечательные Хозяева Кафе Сейчас Наверное Рестораторам Было бы Интересно Это услышать Наверное Как-то И вдохновило О том Что Это Очень Достойная Профессия Они Спасали Художников От голода Они Помогали Им И буквально Устраивали Из своих Заведений Просто Бесплатные Благотворительные Столовые Бомбоубежище И так Далее И вот В лавке Мадам Розали Молочной Лавки Мадам Розали Где материал Рисовал На стене Фреску Познакомилась Маревна С Диего Риверой Который В то время Приехал В Париж Совсем Еще Молодым Художником И Под впечатлением От Искусства Пикассо И Работающих Там Мастеров Пытался Найти Свой Оригинальный Стиль Вот Сначала Мы посмотрели Портрет Риверы Автопортрет Который он сделал Когда он Только Очутился В Париже Это В модном Духе Кубизма Видимо С какими-то Элементами Калажа Портрет Моревны Его Новый Возлюбленный Который Сделал Диего Ривера Я хочу Засчитать Небольшую Цитату О том Как они Познакомились Потому что Опять Моревна Как Человек Талантливый Очень Хороша И Не только В искусстве Но и В литературе Ривера Дело Происходит В помещениях Лавки Мадам Розали Ривера Уточил Меня В пустую Комнату Смешал В бокале Шампанского Капли Своей И моей Крови Индийский Ритуал Сказал Соединит Нас На долгие Годы Всегда Мы Осушили Бокал Глядя В другу В глаза Что Это Было Шутка Или Настоящее Колдовство Когда Наши губы Слились Над бокалом Вошел Макс Из порезанного Пальца И настоял На том Чтобы Мексиканскую Кровь Смешать С его Русско Немецкой Обряд Был Повторен Мы Внезапно Мокли Вероятно Под воздействием Колдовских Заклинаний Риверы Жреца И чародея Потом В гостиной Мы отказывались Рассказывать Чем Занимались Все Заметили Наше Блаженное Состояние И еще Что Диего Волошин И я Теперь Обращались Другу На ты Они Явно Выпили Любовный Напиток Сказал Оренбург За стеной Первая Мировая Война А при этом Все эти Ребята Продолжают Быть Очень Романтичными Наивными И Забавно Насколько Это мало Влияет На их Ощущение Жизни Как Чего-то Волшебного Интересного Это уже Более Поздние Фотографии Диего Ривера Прекрасного Медведя Все мы знаем По Фильму Про Фриду Кало Что он Был Ужасный Бабник И Забавно Что В момент Знакомства С Мареной Он был Женат На другой Русской Художнице Которая Зарабатывала Хорошо Иллюстрируя Книги Его Содержала Потому что Он был Талантливый Но Работы Его К тому Ремни Совершенно Не Продавались Вот Это уже Фотографии Риверы И Фриды Кало Это уже После того Как Разумеется Он уехал Из Парижа И Сделал Свою Блестящую Карьеру Расписав Фресками Рокфеллер Центр Вот Эти Знаменитые Его Работы И Забавно Что Как Он После Того Как В Париже В общем Стал Известным Начал Зарабатывать Деньги И На волне Славы В Мексике Стал Знаменитым Очень Хорошо Плащуем Художником При этом Вот Порицает Всяческий Бражуазный Строй И Выступает За Всяческое Равенство И Братство Тогда Так Было Нужно Ему Это Очень Хорошая Работа Просто Как Интересно Что Вот Это Уже В Мексике Сделанные Поздние Вещи Все Равно Вот Этот Самый Кубизм Им В Париже Узнанный Он Здесь Просто На Каких То По 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 Что Обяженная Женщина О о том, что его жена была на сносях и буквально рожая его дочь, она благословляет Марьевну и говорит, что если вы любите друг друга, то будьте вместе. И Марьевна убегает, потому что ей очень стыдно, потому что жена Ревера рожает, он бежит за ней. И дальше ребёнок умирает. И оказывается, что Марьевна беременна. И после этого Ревера, разумеется, её бросает. Ну, в общем, я говорю, просто вот на 100 страниц Санта-Барбара, но очень забавно, как всё это параллельно рассказывается про то, как они рисуют и как Ревера учит её на самом деле на взаимное существование двух талантливых художников, двух таких творческих единиц. Я думаю, что это их взаимно обогатило и дало много. И ему, искусствоведы пишут о том, что, наверное, вот те годы, которые, ну, там буквально три года роман длился, который, например, рядом с Диего Реверой, на самом деле сделали из неё такую мощную, оригинальную художницу. Ну, дальше Марьевна рожает свою эту вот дочку Марику, и примерно вот сразу же после этого, когда Марике там буквально пару лет, Ревера, который так изредка появлялся, уезжает в Мексику, потому что получает очень выгодный контракт от мексиканского правительства. И художница остаётся одна с ребёнком, и вот дальше от своей дочку она часто изображала, но про это сейчас чуть дальше. Просто интересно, что между Первой и Второй мировой войной в какой-то момент наступает тяжёлый момент, когда в Америке кризис, и работа продавать всё сложнее. Марьевна сотрудничает с домами моды. В общем, она ухитрилась ещё поработать у Пуаре, она работала у Шанель. Я не смогла найти её работы, но она делала эскиз росписи для тканей, и очень хорошо этим зарабатывала. В общем, такая любопытная история. Ещё она плела пояса, то есть она была действительно талантливая тётка. Ну вот дальше она становится, когда ребёнок немножко подрастает модной художницей, она встречается с Хайом Сутиным, и вот этот вот её стиль по антилизм такой, скрещенный с кубизмом, и благодаря её тонкому чувству цвета, её какой-то... Почему я сказала про ткани и про эти пояса? Мне кажется, что у неё в очень хорошем смысле вот это какое-то декоративное такое видение натуры, умение нарисовать красиво, по-женски вот так вот. Но очень здорово, как Ждаида Серебрякова, можно сказать. Вот в её искусстве всё это здорово воплотилось. Вот эта работа у нас тоже в галерее была, на её персональной выставке, которая недавно прошла. Ну и дальше быстренькая её судьба, потому что это опять интересно в контексте времени. Она во время Второй мировой войны... Сейчас вот будет... Это Амарика опять, которая вот с тёмными волосами девушка свою дочку нарисовала часто. Вот Вторая мировая. У неё опять появляется серия «Люди в противогазах». Вот это вот её оригинальная тема. Она уезжает сначала в Лазурное побережье, а затем её дочка, которая, кстати, была любимой ученицей Сидоры Дункан и стала очень известной балериной. Всё-таки генная серьёзная вещь. И вышла замуж за английского местного киноактера. Они уезжают в Англию. Сначала Марьевна живёт там и рисует портреты английских крестьян. И забавно, как это уже вторая половина века, но вот она возвращается к такому чистому кубизму, и своё уже мастерство, свою оригинальную манеру живописи пытается как-то что-то новое найти, какие-то новые сюжеты, новый язык. Но что самое интересное, то, что она, будучи уже 70-летней дамой, очень даже почтенной, заслуженной, пишет эти свои мемуары, воспоминания о прекрасном Париже начала века. И дальше, сейчас мы дойдём, до них рисуют, вот эти знаменитые портреты. Эти портреты действительно на многих музейных выставках бывали, и в Пушкинском музее была большая выставка Парижской школы. Это портрет, который длиной, по-моему, метр три с половиной на два, вот что-то вот такое. Вот представьте себе, это 62-й год, она родилась в 92-м, да, то есть ей 70. И ещё следующий портрет, она пишет ещё более по жилой возрасту, в возрасте 80 лет. Такие вот холстины, она изображает, ну, как историограф, да, изображает всех главных персонажей парижской тусовки. Она смешивает совершенно время, потому что в то время, когда Модельяни, который в центре, тот самый, растёкнутый рубахой, умер от наркотиков, от туберкулёза, как мы знаем, её дочке был всего лишь год, вот, она сама была молодая. Но это совершенно для неё не важно, просто она изображает людей, которые повлияли на её судьбу, людей, про которых ей приятно. Вот сама Маревна с дочкой, дальше Макс Волошин у неё за спиной, Илья Эренбург, Хаим Сутин, Модельяни, Жанна Эбетерна, его возлюбленная, да, которая покончила с собой, когда он умер, Макс Джакоб, Кислинг, сзади ещё скажу, кто это. А, это Сборовский, тот самый знаменитый Маршан, который сделал карьеру Модельяне. Вот у неё целая серия этих огромных портретов, которые, да, выставлялись, они ещё выставлялись на выставке «Неоимпрессионизм» в музее Гугенхайм в 60-х годах, после чего она стала совсем заслуженной, и многие музеи приобрели ее работы. Тут у нас изображён горький такой в клетчатой рубашке, уютненький Марк Шагал, Пабло Пикассо, Илья Эренбург, опять-таки, старенький Диего Ривера. Здесь Волошин, Сутин, Максим Горький. Вот, в общем, с какой удивительной любовью, да, всю эту компанию. А здесь интересно, здесь есть Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, вот они сидят за столом, и Дягилев. Посередине это Дягилев, с которым она тоже очень дружила, ну и Пикассо в своём полосатом на этот раз костюме, любил он всякие клетчатые полосатые костюмы, вот, все про это знали. Ну и дальше она пишет большое количество портретов своих друзей и художников, и вот такой замечательный портрет Пабло Пикассо мне очень нравится, такой, внутренним свечением интересный, Диего Ривера, как-то она ему не очень польстила, такой, в общем, серый, толстоморденький. и удивительно, последняя работа её, это 70-й год, этой художнице практически 80, это огромный, огромный холст, вот, тоже, точечками сделанный, то есть, очень трудоёмкий еврей во время празднования Хануки. Это был заказ, большой заказ там, одного известного торговца в Лондоне, где она жила. Ну вот, собственно говоря, история про Моревну у нас заканчивается, и у нас в прошлом году, мы будем повторять, была выставка, почему так, как бы, про Моревну мы много чего знаем и рассказываем. Получилось так, что партнёры по галерее моей, они очень интересовались художницей и привезли многое работы, то есть, у нас в галерее порядка 10 работ, можно посмотреть на сайте, что это такое. В общем, это самое большое в Москве собрание Моревны, которое действительно доступно. В 2004 году была выставка в Третьяковской галереи персональной, есть каталог. Вот, в общем, приходите в гости. Да, собственно говоря, всё. Если какие-то вопросы, я могу что-то ещё рассказать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова